Как относиться к конфликту Россия и Япония? Я скажу, Япония борзела. Если честно. Понимаете, ведь они не согласны. Во-первых, их разбили. Их армия потерпела полное поражение, знаете, да? И не от американцев, а от наших войск. Потому что Квантунская группа армий, 2,2 миллиона человек, была разгромлена и капитулирована через один месяц после начала военных действий. Ну, вы знаете, да? Об этом не нужно почитать. Ну, кто не знает, почитайте. Я об этом тоже писал в своей книге, поэтому не хочу повторяться долго, потому что время займет. Но вопрос. Получается, что такая наглая Советская Союз взял и оттяпал бедные махонькие Японии, Курильские острова и пол Сахалина, да? Так, извините, они забыли, что они оттяпали от России в 2005 году, когда война была, 24-й, русско-японская, оттяпали у России Курильские острова и пол Сахалина, а не наоборот. А до этого времени и эти острова, и Сахалин полностью всегда был территорией России, как и сама Япония несколько советов назад входила в состав Славяно-Арельской империи, Великой Тартарии. Знаете об этом? Нет. Так же и большая часть Северной Америки. Просто когда была разбита старая династия по перераположению с войной, во время 1772-1775 года, то, чтобы история вошла как якобы восстание Пугачева, ну, слышали, да? На самом деле это была гражданская война между двумя империями. Настоящей империей и западной осколком этой империи, которая носила название Московской Тартарии, или Московией. Победила тогда западный осколок, который назывался Московской Тартарии, и потом стал вдруг Российской империей. Ну, это особый разговор, я уже писал об этом, кто хочет почитать, почитать. Так вот, опять-таки, в одной из своих глав автобиографий, именно она мне заносит, когда пишу, начинаешь задать вопросы, и действительно накапываешь очень интересно. Ведь Николай Второго, граф Витте, так называемый, полусухаринский называемый, обманул, потому что Россия только, из-за того, что Япония удаленная, естественно, только успела подтянуть свои войска к своим дальневосточным рубежам. Численность войск возросла в несколько раз, вооружение возросло в несколько раз, а Япония уже была истощена полностью в этой войне, потому что у нее уже среди пленных появлялись, кто? Старики и дети. Когда берут в армию стариков и детей? Когда уже деваться никуда, да? То же самое, как в конце войны Второй мировой, немцы стали брать в армию кого? Детей и стариков, правильно? И просто специально была создана революция 1905-1907 год, чтобы запугать царя и заставить его ввести в заблуждение. И когда убил, убил был действительно патриот России, я забыл фамилию, командующий армией там, кого назначили? Курочкина. А, Куропаткина. Ну и то же самое, курица. Так вот, потом этот человек появляется и саботирует уже во время Первой мировой войны приказ Ставкин на начало наступления летом 2016 года, который привел к тому полной победе России над автро-немецкими войсками. Ну, бросил справедливо, я тоже это раскрывал полностью. Интересно накопал информацию. Так вот, извините, России обманным путем, вернее, Николая Второго, обманули проходимцы и заставили подписать, запугав революцию, которой никогда не было особо серьезно, заставили отдать Японии Курильские острова и пол Сахалина. И через сколько лет? 1904-1905, через 40 лет опять вернули. Только 40 лет эти земли были под японцами, а до этого тысячи лет были под нами. Вопрос, чья это земля? Да поэтому я говорю, японцы оборзели. Следующий вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...